ФМ на Дону 263-2001 Может ли хендмейт быть успешным бизнесом? Как правильно его организовать и какие поделки ручной работы актуальны в ближайшие праздники? Поговорим 15 февраля в 13 часов в эфире радиостанции ФМ на Дону. Гости студии Анастасия Прокопенко, мастер по декору из бетона и организатор группы Хендмейт Анна Колокольчикова. Слушайте интервью 15 февраля в 13 часов в эфире радиостанции ФМ на Дону. Задавайте вопросы по телефону 200 ровно 2519. Пишите песни? Хотите, чтобы их услышала вся Ростовская область? Звоните нам по телефону 200 ровно 2519. Или оставляйте заявки на участие в ВКонтакте в группе в нашем эфире. Встречаемся по вторникам. 14.00 Категория 16+. Концерты, актуальные кинопоказы, популярные спектакли, новые выставки, яркие фестивали и необычные мастер-классы. На что стоит обратить внимание в круговороте культурных событий Ростова и области, слушайте в ежедневной программе «Куда пойти» в 9.50 и 16.50 на радио ФМ на Дону. Большой информационный час. Мы продолжаем Большой информационный час. В студии Инна Панфилова говорить будем о новой системе записи в первый класс, об электронной записи. Она стартовала в Ростове в феврале. Подробнее через несколько минут. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200 ровно 2519. Если у вас есть вопросы, звоните. Нас можно не только слышать на ФМ на Дону, но и видеть. Для этого нужно ВКонтакте найти группу. Большой информационный час. Перейти по ссылке. Смотрите, слушайте и звоните. Итак, говорим об электронной системе записи в первый класс. У нас в гостях директор информационно-аналитического центра Ростова Игорь Филиппов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Для поступления в первый класс в Ростове ввели электронную систему записи. Почему решили использовать такой метод? Вы, наверное, читали уже в прессе, в центральной, что с 1 февраля стартует запись в первый класс. И в некоторых крупных городах нашей страны возник ажиотаж. Мамы, родители с 4 утра занимали очередь. Все это волнительно, все это сложно. Эта система, этот портал был придуман для того, чтобы облегчить жизнь родителям будущих первоклассников. Не надо стоять в очереди, не надо записываться. С любого гаджета, с мобильного телефона, с компьютера, с планшета можно выйти на соответствующий портал и записать своего ребеночка в первый класс. И таким образом избежать очереди, упростить себе жизнь немного. Конечно, конечно, да. Никаких очередей, никакой проблемы, просто запись через первый класс. Ну и речь идет не только о записи в первый класс, а также о переводе ребенка в другую школу, в другое учебное заведение, правильно? Да, конечно. Это событие этого года. Этот портал работает второй год. В прошлом году состоялся старт этого проекта. В прошлом году мы смогли организовать запись первого класса. С этого года система действует с первого по одиннадцатый класс. Подробнее мы о ней поговорим. Какие же выводы уже сделали на сегодняшний день? Есть ли отзывы родителей, возможно, какие-то предложения? Как работает система? Все ли получается так, как планировали? Да, конечно, никаких сбоев в нашей системе не было. Существенных замечаний от родителей, даже, наверное, я не так говорю, и несущественных, я не получал. Если родители слышат, возможно, если у кого-то были проблемы, пусть по телефону указанному вами позвонят. Я сейчас отвечу, мне неизвестно о случаях какой-то сбои в системе. А большой ли поток сегодня заявок, на сегодняшний день? Да, интересный вопрос, спасибо за вопрос. На сегодня я специально перед эфиром получил из Вене 6300 детей. Чтобы вам было понятно, в прошлом году у нас было порядка, по-моему, 12 тысяч первоклассников. Каждый год идет у нас увеличение на 2500 примерно. То есть можно сказать, что мы уже приближаемся к 50% будущих первоклассников. Это дает возможность как-то планировать директорам наполняемость классов и вообще планировать свою деятельность. А когда ожидаете наплыва? Вот это наплывы есть. У нас наплыв начался 1 февраля, ну, часов 2 минуты, когда мы получили первые записи. К 10 минутам первого ночи у нас уже было порядка на 50 человек записано. То есть как раз так и ажиотаж, я считаю, уже, наверное, сходит на нет. Дальше это будет спокойная, плановерная запись. Ну, до какого времени нужно определиться, зарегистрироваться, сколько времени есть у родителей? По закону образования запись в первый класс идет до 5 сентября. Другой вопрос, что родители хотят записать ребеночка в конкретную школу. И, соответственно, с учетом того, что школа должна планировать количество будущих первых классов, все хотят как можно раньше записать ребенка в первый класс. Ну, и как же это сделать? Какой процесс регистрации, вот прямо пошагово, чтобы было понятно, доступно для родителей? Спасибо за вопрос. Надо выйти, я использую такой глагол, ну, понятно, открыть портал на компьютере, school-go.ru. Можно либо напрямую набрать этот адрес в адресной строке эксплуера, либо воспользоваться ссылкой на сайте администрации города Ростова-на-Дону, либо воспользоваться ссылкой на сайте учреждения, которое я представляю, информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону. Можно на Яндексе набрать запись в первый класс Ростов-на-Дону, и выскочит соответствующая ссылка. Дальше открывается портал. Родитель вносит самые минимальные необходимые сведения о себе. Сначала заявитель, кто, собственно говоря, заявляет мама или папа, фамилия, имя, отчество, а дальше сведения о ребенке. И номер свидетельства о рождении, чтобы мы могли его идентифицировать. Собственно говоря, вот и весь процесс. Дальше, когда родитель, в скобках опекун, заполнит все необходимые поля, на электронную почту придет соответствующее уведомление с регистрационным номером и сообщением о том, что в течение трех дней по его заявлению будет принято решение. В течение трех дней на этот же самый e-mail заявитель получает приглашение прийти в образовательное учреждение в конкретное время, куда уже он приходит с оригиналами документов, так скажем. Таким образом, его ждут, не надо стоять в очередях, не надо записываться и так далее. Мне кажется, процесс максимально упрощен и носит плановый характер. Если же у родителя нет доступа к интернету? У них у всех, наверное, на сегодняшний день есть интернет, а может быть даже у кого-то нет и компьютеров, чтобы это не стало проблемой. Нет, это не проблема, потому что никто не отменял закон образования, где написано, что каждый родитель может прийти в образовательное учреждение и сделать заявление лично. То есть прийти непосредственно в школу, там помогут запомнить и оставить заявку. Прийти в школу, и у него примут заявление. Это ничем не отличается от электронного способа. Если родителю удобно по каким-то либо причинам лично прийти в школу, конечно, да, его там ждут. А вот такие дополнительные сервисы госуслуги, сайты госуслуг и МФЦ, они в помощь в этом паспекте? Конечно, да. МФЦ, заявитель может прийти в МФЦ и там получить услугу, запись в первый класс, если ему это удобно. Спасибо за вопрос. В этом году мы реализовали связь с учетной записью сайтов госуслуг. То есть родитель, когда заходит на наш портал, он, логин, пароль вводит с сайта госуслуг, свою учетную запись. Это очень удобно. Не надо заполнять о себе сведения, а уже сразу с портала госуслуг портал берет оттуда эти сведения. Так я правильно сказал? Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я как раз являлась мамой будущей первоклассницы. И у нас не все так прошло гладко, как сейчас говорилось, возникли трудности. Сначала вот сейчас говорилось о том, что можно подойти в школу. Изначально мне было проще бы подойти в школу и не регистрироваться через госуслуги. Когда пришла я в школу, и мне сказали, нет, только через госуслуги, только зайти на сайт, и потом уже они позвонят. Ну, пришли домой первого числа. Это мы узнавали еще. Вот в январе, в феврале мы попытались первого февраля через госуслуги. Через госуслуги ничего именно первого числа не получилось. Но потом, как выяснилось, это полетела система у госуслуг. Вот. И второго числа мы пошли в МФЦ. И в МФЦ уже, как бы, я попросила, сказала свою проблему, что не получается через госуслуги. Мне там единственное, что мне помогли, возобновить пароль на госуслуги. И после этого я попросила еще зарегистрировать меня в школу. Но они сказали, что они этим не занимаются. Только сказали, что нужно через СКОРУ войти в СКОРУ программу, а потом на госуслуги. В принципе, объяснили, как это сделать. Но когда уже пришла домой, возникли сложности. На все это ушло полтора часа и куча нервов, в общем-то. Было довольно-таки сложно. И такие трудности не только у меня, потому что потом еще звонили тоже такие же родители будущих первоклассников. И мы вместе сообщали, по телефону все это решали. Не все так просто. На сегодняшний день зарегистрировали своего ребенка? Да, мы зарегистрировались, да. В конечном счете, конечно, мы зарегистрировались. И уже из школы позвонили, и мы записали. Уже там заявление все подали. Ну, расскажите, а двое ваших деток, они учатся в школе? Вот каким образом их в школу устраивали, помните? Да, конечно, помню, в эту же школу устраивали, без всяких проблем просто приходили, точно так же писали заявления, без всяких госуслуг. И они учатся, да? Так же написали, да, и так же учатся. Вот, ну, не очень было понятно, когда я пришла в школу и попросилась записаться без госуслуг, мне отказали. Понятно. Ольга, сейчас, наверное, мы ответим на ваши вопросы, и Карел Николаевич прокомментирует. Да, наверное, первопроходцам всегда тяжело, в принципе, правильно? Что вы скажете? Уважаемая Ольга, а не трудно вам не назвать номер образовательного учреждения, в котором вам отказали, когда вы туда пришли первоначально? Ольга уже с нами не на связи, но уточню эту информацию. Давайте, в общем, ответим, а после эфира мы эту информацию уточним. Да, ну, очень жалко, что Ольга отключилась. Мне было бы интересно с ней пообщаться. Она может на сайте информационно-артического центра найти наши телефоны и позвонить. Было бы интересно узнать ее мнение, какой именно конкретной части у нее возникли трудности. Что я услышал? Что она восстанавливала логин с паролем госуслуг. Ну, скажем так, этот процесс не имеет отношения к восстановлению пароля госуслуг, собственно говоря, к записи. Меня интересует, что у нее возникли какие-то трудности дальше, да, когда она уже восстановила этот логин и пароль. Если она меня слышит, то пусть позвонит нам на рабочий телефон, мы обсудим их. И повторяю, конечно, интересно знать образовательные учреждения, в которые... Почему, собственно говоря, отказали, да? Вы должны отказывать в том случае, как вы уже поговорили. Да, да, да. То есть чем могут руководствоваться родители в таких случаях? Ведь могут просто... Это человеческий фактор, если, наверное, сработает. В Долгу, о котором Ольга говорила, есть техническая поддержка. Телефоны, e-mail, сидят специальные обученные специалисты, которые готовы помочь. Надо было просто позвонить по указанному телефону. Я могу только принести извинения за этот инсцент. Еще раз говорю, было бы интересно разобрать его, потому что, как я говорил, собственно говоря, требуется заполнить сведения о родителе. И о ребенке в минимальном объеме, да? Вот так. Ну, первопроходцам всегда тяжело, потому что здесь нужно разобраться и владеть информацией, наверное, прежде всего. Ребенок записан уже хорошо, а эти проблемы, я надеюсь, индивидуально обсудим. Какие-нибудь еще отзывы уже получали от родителей? Что слышали вы? Возможно, какие-то предложения поступали по поводу системы в целом? На данный момент записан еще месяца не прошло. Записано 6300 детей. Для меня мнение Оля было неожиданным, да? Прямо скажем, мы заранее информировали и, используя средства... Массовые информации сообщали. Да, массовые информации сообщали. В общем-то, и поскольку это второй год этот портал работает, то это не должно было явиться какой-то неожиданностью ни для директора образовательных учреждений, ни для родителей наших будущих первоклассников. Мы с вами, в принципе, о системе говорили, каким образом подать заявление, как долго обрабатывается заявление и как родитель должен получить ответ, в течение какого времени и как это происходит. Мы с вами продолжаем разговор именно о системе, как она в жизни обращается. Да, да, да. Эта система поддерживается Минсвязью Ростовской области. Все сервера находятся под их контролем. Поэтому система, в общем-то, надежная, стабильная. Процесс происходит так. В течение трех дней с момента, как заявитель оставил свое заявление, он получает приглашение прийти в образовательные учреждения. В образовательные учреждения он должен прийти в течение 10 дней с момента получения приглашения. Я надеюсь, я сказал нет, но повторю. Три дня, да. Три дня на обработку. Три дня на обработку и 10 дней родителю прийти в образовательные учреждения. Если заявитель в течение 10 дней не приходит, тогда его порядковый номер аннулируется. И в случае, если он повторно захочет оставить заявку, ему надо будет просто второй раз эту заявку оставить. Кстати говоря, сразу скажу ответ на такой вопрос, который не прозвучал. Многие спрашивают, что делать, если родитель оставил заявление в одну школу, а потом, ну, передумал, да, там поменяли место жительства или другие какие-то обстоятельства. В таком случае нужно аннулировать предыдущее заявление и просто пройти этот процесс во второй раз, уже указав желаемое образовательное учреждение. Угу, спасибо. Мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Угу, приятно очень, Виктория, слушаем вас. Хотела бы создать вопрос. Я хочу отдать ребенка в школу, но не по своей прописке, а в другую, которую я присмотрела. Вот, мне интересно, где я могу узнать информацию, есть ли места в этой школе. И нужно для постраховки мне, например, подавать два заявления в свою школу и в ту, в которую я хотела бы отдать своего ребенка. Спасибо вам большое за вопрос, да, ответим. Пожалуйста. Замечательный вопрос, Виктория. Я как раз так и хотел этой темы коснуться дальше. Два заявления вам не удастся подать в принципе, потому что система принимает только одно заявление. Поэтому вы определяетесь со школой и подаете заявление в то образовательное учреждение, которое вы выбрали. Если вы выбрали образовательное учреждение не по адресу прописки, вы в любое удобное для вас время оставляете заявку. Другой вопрос, что по закону об образовании она будет рассматриваться с 1 июля. Да. На ваш вопрос о количестве свободных мест как раз таки к тому моменту можно будет ответить. Сейчас никто на него не ответит, потому что очередь стартовала только сейчас. Вы оставляете заявку в школу не по своему адресу. Я вам рекомендую оставить ее буквально сегодня, потому что директор, принимая решение о зачислении в первый класс, будет руководствоваться очередью из тех, кто не по прописке. Вот так я скажу, да? Этот самый. Поэтому рекомендую вам не затягивать с постановкой ребенка на учет. Если же в школе не окажется свободных мест, то в школу по вашему месту жительства вас всегда обязаны взять. До 1 июля, после 1 июля. Ребенок должен учиться, и никто им много без образования не оставит. Я ответил на вопрос или еще какие-то нюансы остались? Наверное, ответили. Я думаю, ответили, если что, перезвонит еще раз Виктория, задаст нам вопрос. Если же поговорить, есть ли преимущества у каких-либо детей? Допустим, вот как мы знаем, как правило, ведут в школу не всегда по месту жительства. Первого ребенка, второго, ну и ведут уже третьего. Или же в школу, где учились сами родители. По этому принципу каким-то образом преимущество возможно? Нет, 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 ни в коем случае. Принцип один. Микрорайон, который, в районе которого школа находится, школа принимает детей согласно, как сказать, этого плана. Дети, которые не по прописке, будем такой термин использовать, принимаются с 1 июля при наличии свободных мест. То есть наличие свободных мест – это единственный критерий, который возможен. А если же, допустим, какие-то есть особенности по здоровью, какие-то, возможно, рекомендации особые для ребенка, здесь как? Здесь именно по направлению в такую школу, да? Конечно, да. Какая ситуация по районам нашего города? Где первоклассников ожидается больше, где меньше? Как будет этот вопрос регулироваться? Еще только первый месяц. Вы еще, скажите мне, окончательной статистики нет. Я только сказал, что это 6300, а мы ожидаем 14 в таких где-то пределах. Поэтому, в общем-то, я не могу вам сейчас сказать цифры. Ну, в принципе, если будут ли как-то уравновешивать, у нас же районы разные. Некоторые у нас густонаселенные, некоторые менее, где-то больше, наверное, желающих в школы, в принципе, есть. Ну, а в каких-то... Наверное, все родители хотят отдать ребенка поближе к месту проживания. Либо выбирают школу, допустим, из каких-то других соображений. Там, по-разуму... То есть, допустим, рядом бабушка и дедушка живут. Да. Такой работает? Закон образования никто не отменял. Ребенка в школу, как я это вот на протяжении последнего времени говорю, по своему проживанию возьмут всегда. И директор создаст все условия и откроет столько классов, сколько необходимо взять, чтобы детей по своему региону взять. Если же приходят родители из другого района, ну, конечно, это только наличие свободных мест. Дальше. Будет ли эта система развиваться и совершенствоваться, допустим, записаться на дополнительное образование можно ли будет? Ну, заслуженно. Следующий этап – это запись в учреждения до образования. Собственно говоря, она сейчас уже в значительной мере реализована. На сайте информационно-аналитического центра есть соответствующая ссылка – запись в учреждения до образования, в которой можно записаться в учреждения до образования. Другой вопрос, что еще не все учреждения задействованы в этой системе. Но мы к этому стремимся и на следующий год мы охватим и систему дополнительного образования. Расскажите, вот Ростов откуда принял этот опыт этой системы? И насколько она уникальна для города, чтобы переняли что-то свое, что добавили свое? Безусловно, идея не нова. Идея была реализована в Москве, в Петербурге. Но при создании нашей системы мы руководствовались только законом образования, в котором строго прописано, какие документы родитель должен представить. Поскольку родитель документы представляет оригиналы в образовательные учреждения, то фактически речь сводится к тому, что родитель не стоит в длинной очереди перед школой, желая сдать документы, а сдает их планово, в удобное ему время и в удобное для школы время, в приемные часы директора. Вот, собственно говоря, и вся идея. И вся эта общая, она у всех городов, вот одна вот такая система, все руководствуются своим опытом. Общались же, да, со своими коллегами в этом вопросе. Конечно, да. Ну, а что тут и запретешь? Человек заявляет, что он хочет в эту школу идти, и его приглашают в школу. Дети на домашнем обучении. Вот как они, допустим, если ребенок на домашнем обучении? Точно так же в школу? Дети на домашнем обучении точно так же должны иметь личное дело в школе, они должны быть зачислены в школу. У них просто другая форма обучения. А так-то, поскольку дети должны быть зачислены в школу, то это никак не влияет на процесс записи. Ну и в завершение, понятно, что каждая система, она всегда вызывает много вопросов, они есть, это нормально. Куда обращаться за информацией, подскажите? Какие вопросы можно задавать? Куда адресоваться? Повторюсь, я уже говорил, на сайте информационно-этического центра, на сайте School.gov существует ссылка на техническую службу, которая в оперативном режиме решит все проблемы. Я уверяю вас, потому что, в крайнем случае, мы даже запишем ребеночка по телефону, если там какой-то сбой у родителей в интернете или еще что-то. Пойдете навстречу. Конечно. Спасибо вам за беседу. Напоминаю, что мы говорили о том, как записать ребенка в первый класс с директором информационно-аналитического центра Игорем Филипповым. Далее программа «Наши» в эфире. В студии была Инна Панфилова. Далее программа «Наши» в эфире. «Наши» в эфире.